Наши корреспонденты с южного берега Крыма и с нами на прямой связи Кристиан Петров. Кристиан, доброе утро! Доброе утро! Передаем тебе слово. Екатерина и Артем, приветствую вас из солнечной Ялты. У нас уже начали курсировать троллейбусы, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Эта акция проходит не первый год и уже успела полюбиться многим жителям Ялты. Также подобные троллейбусы ходят в Симферополе и Алуште. Они украшены соответствующей символикой, а внутри на экранах крутят видеоролики, посвященные 9 мая. Что интересно, проезд в них до 11 мая включительно будет бесплатным. А с нами заместитель главы администрации города Ялта Ирина Романец. Ирина Васильевна, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, какие еще сюрпризы подготовил нам город? Да, несмотря на то, что этот год год к самоизоляции, но тем не менее у нас очень много интересных акций. Мы основное большинство своих акций, посвященных Дню Победы, перевели естественно в режим онлайн. И город подготовил очень большое количество креативных роликов с участием большого количества наших именитых горожан, почетных граждан, людей, которые любят Ялту, известных артистов. И эти ролики, строки опаленные войной, песни о войне, мы будем крутить весь период праздничных дней. Но, кроме этого, город подготовил много интересных мероприятий, как, например, 9 мая в 10 утра мы будем водружать знамя Победы на нашем основном доминантном пике Ай-Петри. У нас 8 и 9 мая на набережной будет стоять корабль, ракетный подводный корабль, который будет таким вот ретранслятором, откуда будут поздравлять жителей и гостей города с Днем Победы. У нас будет много акций, посвященных Дню Победы, и будут парады перед окнами ветеранов, будут концерты во дворах, где живут наши ветераны. Сегодня в городе проживает 1283 ветерана, и, безусловно, каждый из них не останется без внимания. И все эти акции, которые будут проходить, они коснутся каждого. У нас приготовлена очень интересная инсталляция на фасаде здания Интурист, Ялта Интурист. И это тоже световая инсталляция, которую увидит весь город, и мы уверены, что она разойдется во всех социальных сетях, потому что это будет неожиданно, красиво и очень торжественно. У нас весь день 9 мая будут ездить брендированные автомобили по городу, которые будут поздравлять наших ветеранов и наших жителей с Днем Победы. Безусловно, мы, соблюдая все режимы и требования Роспотребнадзора, обязательно в этот день придем к ветеранам с соблюдением масочного режима. Но поздравим наших основных участников и инвалидов войны, поздравим лично. Будет много концертов во дворах, будут парады, будут поздравления. То есть все это мы подготовили к 9 мая. Скажите, а будет ли праздничный салют? Да, безусловно, безусловно, в 10 вечера, в 22 часа в городе будет праздничный салют. Люди могут посмотреть его через интернет. Да, да, конечно. И в режиме интернет, и поскольку устройство города таково, что очень многие из окна собственных квартир будут видеть этот салют на набережной Ялты. Спасибо вам большое. Несмотря на режим повышенной готовности, мы с размахом отметим праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Студия. Спасибо большое, Ялта. Поздравляем вас также с наступающим праздником. Он уже буквально завтра. И желаем вам хорошего и продуктивного рабочего дня.